Говоря о реконструкции Большого театра, следует признать, что МВД неправо. Украдено не 90 миллионов, а гораздо больше. Плюс качество работ, которое было выполнено, оставляет желать много лучшего. И я не исключаю, что через несколько лет ремонтные работы в Большом театре возобновятся. Это первое. Второе. Для того, чтобы перестали воровать на государственном заказе, особенно на таком, как реконструкция Большого театра, можно было сделать очень простую вещь. Подрядчик, который выиграл этот тендер, должен был в государственном банке взять кредит в длинную под очень небольшой процент. И сколько бы он ни украл, он все равно вынужден будет все эти деньги вернуть назад в банк. Улавливаете логику, и тогда не нужно думать о том, кто сколько украл. Понимаете? А мы сегодня говорим о том, что у нас есть бюджетирование. При бюджетировании моментально есть чиновники, которые говорят, мы можем отдать бюджет тебе, но ты немножечко нам откати. И вот отсюда порочность системы. Если бы вся страна, и президент бы это в конечном итоге признал и осознал, что нужно переходить на кредитование крупных социальных важных проектов, строите железную дорогу. Железная дорога рано или поздно окупится. Возьмите кредит в вебе. Не надо получать из бюджета деньги сегодня, потому что вы их украдете. Это неизбежно. Причем воровство – это не воровство одного человека. Это тотальное воровство. У нас воровская экономика, которая планово 40% закладывает в воровство. Поэтому, когда мы говорим о большом театре, мы просто получаем то, что уже предопределено было заранее. Продолжение следует...